Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моего друга Алексея, который очень сильно заморачивает голову, как достать щуку в закоряженных местах, уже перепробовал массу всевозможных поделок, которые я ему советовал. Вот я решил изготовить еще одну вот такую, которую я изготавливал для определенных рыбалок, но я думаю, она должна послужить ему пользу и в сильно закоряженных местах. Особенность, как вы видите, это двойник, внизу закреплена оливка и на вертлюжке с проволочкой закреплен сам лепесток. В дальнейшем, как я буду изготавливать ее, я вам все-все-все подробно расскажу. Но скажу только лишь одно. Я поддерживаю тех рыбаков-энтузиастов, которые пытаются экспериментировать и в самых неподходящих, безнадежных местах все-таки ловят рыбу. Поэтому даже вот такая неказистая, некрасивая, может быть, чем-то неэстетическая, но это уже уловистая приманка, ее надо использовать. Давайте теперь приступим к изготовлению. Нам понадобится вот такая леска толщиной до 0,1. Достаточно крепкая, чтобы была, и в то же время жесткая. И существуют вот такие всевозможные наборы оливок. Необходимо под свою конкретную рыбалку вам, под свой вес, под свой тест, подобрать величину оливки. Если, допустим, попадется вам вот такие наборы, тоже, пожалуйста, используйте. Или же, в крайнем случае, можно будет огрузить, как я это делал раньше, обыкновенным свинцом леску. Но, учитывая то, что гораздо легче и проще выполнить работу на оливке, поэтому я подготовил оливку. Вот у меня оливка где-то порядка 2,5-3 граммов, плюс крючок, плюс лепесток, плюс-плюс, выйдет где-то 4,5-5 граммов точно. И я уже неоднократно вам показывал. Вот обыкновенный лепесток китайского производства. Как мы делали? Закрепил вертлюжок и к вертлюжку прикрепил кусочек проволоки из материала, которым изготавливают спирали для электроплит. Форма подберете сами под свой крючок. Допустим, вот я изготавливал вот такой величины для более-меньшей. У меня вот такой формы. Значит, как Алексей меня просил, дело в том, что бывает, что лепесток не хочет крутиться, он только виляет из стороны в сторону. Это не считается плохо. Даже тоже в какой-то степени является элементом привлечения нашей щуки. Потому что приманку мы изготавливаем под конкретную рыбалку. Также можно и баса ловить. Как вы видите, вот я изготавливал всевозможные вот такие еще поделочки. Тоже можно его приспособить. Ну, эта леска немножко не подходит, толстая. Также можно установить. Подберете сами пропеллер. Ну, пропеллер, скажу вам сразу, он быстрее забивается илом. Поэтому более-более подходящий элемент – это сам лепесток. Что мы делаем? Я беру сразу, так как потом будет несколько сложнее нам с вами. Завожу до самого колечка наш провод. И теперь только лишь начинаю одевать леску, на леску. Так как было бы нам сложнее, если бы мы это делали наоборот. Вот, оставляем в таком положении. Берем обыкновенную зажигалку, не турбо. И с вами подготовим здесь небольшой шарик, который бы удерживал нашу оливку. Но, скажу вам сразу, его можно и не изготавливать, так как нам сам вертлюжок будет уже держать. Ну, лишний раз перестраховаться, я считаю, нам необходимо. И в то же время мы с вами можем потом установить этот лепесток. Или он будет идти у нас вот так ниже все время. Или же поднять несколько выше. То есть, это уже не принципиально подберете для себя сами. Пока это отложим в сторону и подходим к самому главному элементу. Вот, достаточно сложно найти такой величины крючок, так как у нас зачастую не бывает с таким удлиненным цевьем. Это у нас в Харькове наши умельцы изготавливают. Изготавливают, и поэтому я еще могу как-то подобрать для себя что-то. Если у вас попадается стандартный, ну, вот такой длины, можно спокойно, как я уже вам во многих фильмах показывал, удлинить немножечко проволокой. Теперь понадобится нам нить. Нить подбирайте, чтобы была прочная, и в то же время была ровница, ну, и не толстая. Сразу я промазываю клеем цевьё в пределах разумного. Можно дополнительно еще огрузить, но в данный момент скажу, что в этом необходимости нет. так как, учитывая то, что мне Алексей писал, да и многие друзья тоже так же, что рыбалка происходит в очень сильно закоряженных местах. Поэтому нет смысла сильно огрузить, так как сразу может быть хороший перехлёст, именно перехлёст приманки через препятствия. Поэтому, чтобы этого не было, мы стараемся уже чисто экспериментально найти величину огрузки. И теперь я беру, стараюсь не выдернуть мой вертлюжок, вымеряю свою длину. Значит, я стараюсь уложить оливку так, чтобы она у меня была приблизительно где-то ближе к загибу. Так как мы используем с вами двойник, за счет этого мы не ухудшаем качество поклёвок. И на всю вот длину, чтобы не было скомканности материалов, я откусываю бокорезами свою леску. Теперь уже окончательно вот так большими виточечками подхватим. Следим за тем, чтобы была возможность нам потом подогнуть вот так сделать замочек на нашем вертлюжке. И хорошо закрепим теперь материал. Мы с вами закрепили материалы. И теперь нам понадобится тот даббинг или то перо, из которого мы с вами будем изготавливать в дальнейшем тело. Учитывая то, что помимо того, что мы допустим с вами изготовим из пера, как воли-баггер тела. Здесь очень важно, чтобы были те элементы, которые в мутной воде могли нашу щуку привлекать и, ну, и в то же время достаточно раздражать. Поэтому сейчас мы еще возьмем с вами для закрепления пера. это я также вот использую провод, которым наматывают спирали, это где-то 0.12 0.15 Закрепим его здесь же. Это очень немаловажный элемент, так как все мы знаем, какие хорошие зубы у нашей щуки. Закрепили и оставили пока здесь его. Теперь для удобства допустим нанесения даббинга вы подберете для себя любую технику. Я обычно всегда беру, учитывая то, что даббинг почти штапельный у нас, наношу на нить, а потом скручиваю. Значит, я буду использовать вот приблизительно, как вы видите, вот такой оттенок даббинга синтетического для того, чтобы еще больше в мутной воде привлечь нашу щуку. Значит, я разравниваю вот так его на всю длину, прикладываю и начинаю слегка вот так вот закреплять возле нити, пока ничего мы не скручиваем. И теперь удерживаем вот так весь даббинг. Я прохожу до первого касания и вот уже после этого мы с вами начинаем формировать даббинговую нить. в зависимости от того насколько долго мы будем ее крутить она будет у нас или тоньше или толще. Учитывая то, что мы здесь будем еще проматывать пером поэтому сейчас мы дошли до места где будет крепиться перо и сразу вот так вот даббингом вместе с пером это гарантированно оно не выдернется. Мы подхватим и начинаем теперь уже такое цилиндрическое без каких-либо явно выраженных утолщений ровненько изготавливаем тело. Приблизительно не доходим до нашего колечка буквально пару-пару сантиметров не миллиметров для того чтобы мы могли там дальше сформировать еще наше крыло. Добавим еще немножечко даббинга. Можете использовать допустим перо павлина. Любой синтетический блестящий материал который можете добавить в свой мех чисто из меха изготовить. Поэтому варианты здесь не ограничиваются только лишь тем что допустим показываю я. так как вы пишете я стараюсь вам ответить по замене перьев. Вот столько нам будет достаточно но учитывая то что наша щука обязательно должен еще какой-то элемент помимо моего лепестка присутствовать яркий я немножко вот буквально один сантиметр провяжу оранжевым вот таким даббингом такой даббинг как я уже вам неоднократно показывал продается и в наборах продается и отдельно все это можно заменить полностью даббингом шерстяным тот который у вас имеется кролик с любым подшерстком его допустим сама лохматость вы уже подберете сами вот так нам будет вполне достаточно значит многие вычесывают начесывают даббинг но учитывая то что мы будем проводить еще с вами обмотку пером поэтому ну у меня нет в этом необходимости поэтому я сейчас начинаю проводить обмотку пером я его перевожу просто вот так вот в плоскость и он сам у меня будет ложиться по моим заданным шагом бороздочком формируя вот такую вот лохматость выберите для себя приблизительно тот шаг который вам необходим чтобы было вполне достаточно все зависит и от бородок какие у вас имеются от величины длины пера поэтому подбирайте сами и теперь мы дошли до места там где мы крепили уже оставили как вы видите вот у меня пошло пуховое перо скажу вам сразу что не стоит расстраиваться так как она тоже это пуховое перо играет хорошую роль в формировании нашего ёршика понятное дело что по крепости уступает но учитывая то что нам и трех и четырех поклевок будет достаточно это не страшно я считаю что многие которые рассказывают о том что вот все эти не зацепляйки не утопляйки нежелательно их использовать многие даже откусывают все эти приспособления и ловят но учитывая то что действительно как Алексей мне показал что ну нет возможности другой подобраться к этой щуке а поймать желание достаточно велико поэтому надо воспользоваться любым моментом который у нас имеется вот теперь я уже могу взять спокойно наш с вами любимый инструмент щёточку и попытаться выровнять все наши бородки так как мы сейчас уже будем проходить нашим проводом вот так вполне вполне достаточно и теперь я беру нашу проволоку и в обратном уже направлении стараемся не замять бородки раздвигаем их вот такими движениями движемся теперь уже колечку если нет такого провода можно спокойно использовать леску любой материал который достаточно хорошо закрепит наше тело подравниваем здесь уже пуховые и стараемся аккуратненько выйти уже в сторону где закрепим наш провод выполняем буквально парочку оборотов они абсолютно нам не помешают здесь закрепим материалы и подготовим теперь уже для крыла мех я слегка вот так увлажнив пальцы увлажнил бородки чтобы мне они не мешали в работе и как вы видите я перевернул крючок жалом вверх то есть в этом положении он у нас будет идти так как мы с вами его так и задумывали нанесем обязательно немножечко клея на место крепления меха так как мех песца скользковатый и вот я вам покажу я уже слегка увлажнил вот должна приблизительно быть такая величина нашего крыла если как мне многие мои друзья пишут вот допустим у меня есть хвост лисы друзья мои пожалуйста используйте хвост лисы уже не подматывая допустим здесь ни мех песца ничего сделайте один элемент крыла используя только лишь сам хвост лисы подхватили сильно не обматываем вот у нас уже готово такое крылышко белое теперь нам необходимо по длине желательно подобрать так чтобы ну не сильно было длиннее чем вот тот мех нашего белого песца для того чтобы только лишь мы могли вот как я подбираю пучочек обозначить спинку которая имеется как у каждой рыбки чтобы была несколько темнее поэтому подберете для себя сами мех используйте любой если возникают проблемы допустим у вас с мехом я такие стримера изготавливал с использованием пера только одного пера поэтому крыло можете спокойненько взять и изготовить из одного два-три перышка поставить вот ну здесь у меня остаток остался такой можно допустим взять подобрать два-три перышка и изготовить вот такое крыло так чтобы была объемность и так же промазываем теперь уже окончательно потому что это то место которое ну должно хорошо быть закреплено я промазываю торец меха и опять же хорошо промазываю место там где мы будем крепить с вами следим за тем чтобы наш мех лег строго сверху и никуда его наша ниточка с вами не утащила ноготочком слегка вот так разровняем мех чтобы лежал строго сверху и уже окончательно можем его с вами закрепить теперь остается самое главное добавить определенное количество еще я добавляю в крыло плоского голографического люрекса для себя подберете оттенок цвет если есть у вас другой какой-либо ну понятное дело что кристалл флэш желательно не использовать так как она в крыле закрутится сразу переломим сделаем его двойным прядь и остатки удаляем сразу следим за тем чтобы не были у нас очень длинные элементы так чтобы мы наш лепесток не тормозили вот приблизительно вот так должно выйти у нас крыло ну и теперь о культуре мы посмотрим что у нас вышло я нанес буквально немножечко лака он впитается еще еще нужно будет 2-3 раза это как минимум надо наносить и как вы видите вот ее величина ну порядка 10 сантиметров если вот всю длину ее брать достаточно привлекательная для нашей щуки и естественно то что идет не за цепляечкой хорошее вот такое вот крыло есть тело лепесток который будет все время крутиться так как он выполнен из тяжелого металла пробуйте экспериментируйте да все время все время как и Продолжение следует...